Всем привет, с вами Роман Раскольников. Я играю в группу названием His War of Mine. Так, и что-то там случилось, похоже. На нас напали. А, ладно, Кристо несколько... Так, Кристо получил несколько серьезных ранений. Опять-таки, да? Мое горло опухло, все горит. Так, и что же нам теперь делать? Кристо у нас снова получил ранения, да? Так, она у нас слегка больна. Очень голодна, ладно, это не проблема, так тяжело болен. Опечален. Сильно устал. Тяжело болен. Таблетки мне помогут. Депрессия больна. Ааа, сначала, наверное, Кристо сходит в больницу сегодня. Так, кто у нас сегодня свободен? Злату у нас сегодня свободна. Так, пускай еду готовит. А, и торговец пришел. Сейчас мы быстро все сделаем. Воды нам не хватает. Хорошо. Значит, надо воды купить. А, взамен я тебе дам, ну, не знаю, что сахар могу дать. Вот, алкоголь могу дать взамен. Так, еще я что возьму? Так, мясо, наверное, я возьму. Так, а взамен эти там сахара. Лекарств. Лотки же могу дать. Так, подожди, ты мне еще давай тогда. Вот так вот. Ладно. Не надо. Договорились. Свободен. Так, иди поговори с своей дочкой. Так, порцию могу только две порции сделать, потому что у меня опять-таки воды не хватает. Так, смотрим. Мои друзья голодают. А я нет. Это неправильно. Так, им так тяжело, и я не могу им помочь. Мой бедный, а, мой бедный искра. Мое сердце разрывается, когда он, она плачет, а не он. Война особенно тяжело сказывается на детях. О, история Криста есть. Так, моя история. Однажды в наш многоквартальный дом попал снаряд. Мы выжили, но нашим соседям так не повезло. Их подв... Так, их подвал рухнул. Похранив их под... Так, под... Подтон... Подтон на мещебне. Нам удалось вытащить соседку и ее сына. Но ее мужа... Так, придавило. Искра увидела его изуродованное тело. И с тех пор ее мучают ужасные кошмары. День четырнадцатый. Бедняга. Надеюсь, что теперь, когда я ей помогла, ей станет лучше. Так, как я могу есть, когда мои друзья голодают? День тринадцатый. Мы не можем сидеть с лажавой руки. Нам нужно достать еды как можно скорее. День одиннадцатый. Златый говорит... Говорит об этом... Кароле. Но он какой-то подозрительный. Но через неделю мы можем уехать отсюда. Нет, мы не можем уехать отсюда. Потому что он слишком много требует. Так, взрослые жалуются, что они хотят есть. Если бы я была как Алан Куэйк, то я могла бы охотиться на диких животных. И мы бы их ели. Куэтэмай. Алан Куэтэймай. Почему плохие люди причиняют нам боль? А что мы им сделали? Я знаю, что я ничего не сделал. Так, день пятнадцатый. Другие болеют. Так что мне нужно быть сильным. Мне нужна моя... А, им нужна моя помощь. Мне страшно. Я не хочу, чтобы эти плохие люди снова сюда пришли. Ты можешь остановить их, чтобы они снова сюда не приходили? Почему нам никто не поможет? Нам нужны таблетки или какие-нибудь лекарства. Кто-то должен пойти в аптеку. Я чувствую себя ужасно. Ночью... Ночью. Но папочка пришел ко мне на помощь. Мой друг однажды сказал, что голодные люди... Попавшие в корабли... А, в корабли урушения иногда едят друг друга. Фу, это противно. Никто же не захочет меня съесть, правда? День четырнадцатый. Почему вокруг так много плохих людей? Почему полиция не посадит их в тюрьму? Мы должны рассказать полиции о плохих людях, которые причиняют нам боль. Так, Марко. Мои друзья, нам нужна еда, нам нужно достать бинты. Так, мы очень больны, нам отчаянно нужны лекарства. Эта болезнь нас убьет, если мы достанем лекарства. Не достанем лекарства. По крайней мере, мы умираем вместе с... Друзья мои. Я должен сегодня найти бинты. Я не могу подвести своих друзей. Мои друзья умирают с голоду. Мне нужно раздобыть пищу. Так, так тяжело смотреть, как мои друзья страдают от ран. Без моей помощи мои друзья могут умереть от болезней. Мои друзья больны. Это так, ладно. Мы умираем от голода. Может ли кто-нибудь помочь? На день четырнадцатый я беспокоюсь о своих друзьях. Мне больно видеть, как мои друзья голодают. Мы умираем от голода. Мы можем поделиться с едой. День одиннадцатый. Контрабандист неприятный тип. Но он спасает жизнь. Жаль, не все могут отплатить его услуги. Оплатить. Так, кто тут у нас умирает с голода? Очень голоден. Очень голодна. Так, просто голоден. Умираем от голода. Хорошо. Так, так, очень голодна. Ладно, еще лишь. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Знаешь что, съешь консервы. Так, поговори. Так, поговори. так знаешь что так пускай она поест суп кристо будет есть консерву так дай кресту консерву она расставлена горю но это не очень хорошо потому что надо как-то с этим что-то делать как-то решить проблему чтобы никто с ним не сбежал она тяжело тяжело ранено так понятно нам каким-то образом надо бинты раздобыть так хорошо я знаю что мы сделаем так голодный тяжело больно приходит в себя так кристо пойдет больницу сегодня из-за и захватит бинты так кристо так идешь добывать где-то не больница а вот она так у нас будет пускай злата охраняет так ну во первых я возьму с собой кофе так-то давайте всякий мусор еще возьмем на всякий случай чтобы уж наверняка поменяться бинты так кристо сам вылечится захватит бинты для искры потом что мы сделаем потом в общем то вот следующую ночь сюда пойдет как его этот марк давай обмен где должны быть бинты у него нет бинтов отлично для чего я сюда тогда пришел так в общем то я перезапустил день теперь торговца нет еды у него теперь только консервы ну ладно я бинты куплю день я перезапустил только из-за того что я взял пол рюкзака для того чтобы вы выменить бинты у кого-то там но я типа видел то что там кто-то может обмениваться но к сожалению у него не было бинтов поэтому получаете я понял взял с собой на волос кузыря ладно пойдет так иди готовь еду для самой себя так ты у меня у нас умираешь с голода ладно ты съешь у нас бой две порции так одну порцию съест искра нет ты наверно съешь порцию и консервы так вторую порцию у нас съест искра кристо съест консервы так марка иди спать ты так на в эту ночь у нас идет кристо больницу чтоб вылечить свои раны а следующую ночь идет марка в больницу чтобы вылечить свои раны так злато так поешь ладно ладно все освободен я не понимаю я же все дыры задел как ко мне умудрились скрабить или вломиться и дверь я починил или не починил вот же дверь улучшена или как вроде дверь я починил так знаешь что пока вы лучше верстак так а ты покорми злату ой то есть это такое искру так тебе еще и надо так ей бинты наложить так нам надо как-то выкарматься с этой плохой ситуации ладно скрафтим на шовку по металлу а куда идти я уже не помню можно в принципе попробовать заходить на заправку но это в будущем так тяжело ранен может быть она не хочет вставать понятно ну таблетки да я еще так злато дай ему как консерву иначе он будет очень долго идти так и сама консерву съешь а также наверно паблетки выпей это все это за грабители они каким-то образом умудряются пройти через дверь который я улучшил например в других персонажей через дверь они не могли проходить это сия улучшил можно было вообще спать и ранения не получал надеюсь мне повезет и все будет все будет в норме все вылечится так радио послушаем хоть бы волна преступности перестала так на улице похолодало похолодало очень возможно осадки промокли вечера советую не ставите в песню понятно понятно банда мародеров каждую ночь понятно еще скорее всего вот эти мародеры дурацкие меня убьют потому что они каждую ночь будут нападать и мне каждую ночь будут все ранения получать хотя на самом деле я дверь улучшил давай быстрее так ты у нас просто устала больно под лекарством и так хорошо а то у нас как раз ты будешь охранять так кристо идет у нас добывать ты у нас будешь спать ты тоже спать а ты у нас будешь охранять надеюсь хотя бы на эту ночь никто не нападет так идем мы в больницу так следующий ночь пойдет марку в больницу самое главное чтоб никто не напал на меня или хотя бы напали но из были испуганы и оставили меня в покое так не нужно найти врачей а вы выглядите нехорошо сам могу я вам помочь да я только ради этого сюда то и пришел так я тут где-то чё-то я обыскал еще так ну ладно тут можно обыскать так оказывается чего овощи у нас есть тут остались так так Так, пошли вниз. Так, что у тебя есть на продажу? Ничего ценного. Так, день 16. Опять грабители, что ли, напали? Сволочи. Кошмары. Искра видела ужасные кошмары, и она не могла заснуть. Ладно, хоть она Искра не получила ранение. Так, кто нас просто ранен, хорошо. Блин, еще сейчас разговаривать целый час будет. Ладно, Искра у нас сильно устала. Блин, она у нас еще и тяжело больна. Всем надо в больницу идти, ё-моё, ёлки-палки. Ну, Марко сейчас у нас должен, короче, идти в больницу, иначе он помрет. Попробую улучшить. Что там надо, чтобы улучшить? Эти там пока говорят, разговаривают. А-а-а, у нас еще не хватает шестеренок. Так, ну-ка, ты можешь нам термометр скрафтить? Опа, куда ты побежал ты? Так, термометр можешь скрафтить, хорошо, скрафт термометр. Иди в печку закинь, дров. Она у нас раздавлена. Горь. Надо как-то с этим бороться. Иначе кто-нибудь возьмет и сбежит с ней. Этого как раз таки не нужно делать. Так, опечален, тяжело болен. Кстати, поговорите-ка вы друг с другом, а то сейчас другие тоже у нас в депрессии. Кто у нас в этой депрессии? Злата у нас в депрессии, понятно. Тяжело болен, очень голоден. Так, сходи послушай радио, может быть тебе это поможет. Так, поговори с ним снова. Так, хорошо. Ммм, блин, Марка может сам съеду взять, ладно. Злата, ложись спать. Это у нас тяжело больно, еще тем более. Так, свечение говорит, что если молиться очень сильно, это поможет. Я буду молиться, чтобы другие скорее выздоровели. Марка говорит, что очень хочет есть. Он не может пойти, он не может пойти за покупками? Так, я очень больна, но сначала дай лекарства другим. Я попытаюсь еще продержаться. Ну да, мы сейчас... Блин, у нас теперь еда закончится, если мы ничего не сделаем. А у нас всего лишь шестнадцатый день. Слишком много ртов, короче. А добывать мы не ходим, потому что мы уже три... Считай три ночи потеряем для того, чтобы ходить и лечиться. Так еще и скорее всего, если на нас нападут, опять кто-то получит тяжелое ранение и опять-таки нам придется ночь потратить для того, чтобы сходить и вылечиться. Вместо того, чтобы добывать ресурсы. Так, сходи-ка радио послушаем. Остерегайтесь банок мародеров, хрущите щепку по городу. Ой, блин, опять. Опять эти дурацкие мародеры. Они тут только все портят. Так, ладно. Ну-ка ложись спать. Так, завершаем день. Кто у нас тут тяжело болен? Крист. А, Марк у нас тяжело болен, точно. Пойдем в больницу пока что. Вот, что теряем еще одну ночь. Вместо того, чтобы добывать ресурсы, мы пошли в больницу. Так, ну-ка, где там у нас врачи? О! Медсестра спустилась. Ладно, думаю, на следующую ночь я пойду все-таки добывать ресурсы. Я думаю, как ее? Злата еще продержится немного. О! Я охранять никого не поставил. Скорее всего, сейчас опять ранение получит. Ну, е-мое, ну как так можно? Так, на нас напали. Тревожные ролевые игры такое. Ой, Кристо, дурак. Так, иди со Златой поговори, а ты иди с Искрой поговори. Вот Кристо, вот все, вот только Кристо всегда все и портит нам. Вместо того, чтобы нормально охранять в беруще, он получил ранение, так еще у нас и овощи украли. Дубина. Мы, считай, опять еще одну ночь вместо того, чтобы добывать ресурсы потратим на того, чтобы тебя лечить. Хоть бы помочь Марку, а тебя только одна, возможно, помощь. Это не получать ранения. Вот тогда ты поможешь Марку. Тогда Марка пойдет добывать ресурсы и поможет нам всем. А так... Ты только все портишь. А, крыса скорее всего умрет от ран. Когда он умрет, мы должны устроить ему нормальные похороны. Я его даже спасать не буду. Будет лежать у нас 2 или 3 дня дома. Потом пойдет в больницу лечиться. Нам нужны ресурсы. Еще эти дурацкие мародеры. Все портят. Так, что тут у нас зла-то? Так, иди спать. Кристо плохо спал, очень голоден. Да вы все у нас очень голодны. У нас еду никак не добыть. Вот из-за того, что вы ранение получаете. Вот особенно в особенности Кристо. Блин, постоянно при каждом нападении Кристо получает ранение. Че он такой немощный? Вот не получил бы сейчас ранение. Пошли бы еду искать. Тупица. Так, че он, завершаем день, наверное. Так. Опечален, тяжело ранен, плохо спал, очень голоден. Будешь умирать с голоду, понял? Нечем не тебя кормить. Так, ты у нас будешь спать. Ага. Так, очень голодна, легко ранена, депрессия. Голоден, тяжело ранен, опечален, плохо спал, очень голоден. Вот ты у нас будешь охранять, понял? Ты хоть и получил ранение, будешь охранять. А Марко пойдет добывать ресурсы. Так, что тут у нас? Много еды, немного материалов, много оружия, немного запчастей. Много еды, огромное количество материалов, немного лекарств, много запчастей, опасность. Супермаркет, опасность. Огромное количество запчастей, много еды, много материалов, немного лекарств. разрушенная вилла, дом для двух семей, там тоже у нас огромное количество еды и много лекарства, но там сумасшедшие обезьяны с ружьем, немного материалов, огромное количество оружия, огромное количество запчастей, огромное количество еды, огромное количество материалов, так много лекарств ладно была не была рискнем пойдем на склад так скорее всего нам да нам нужны будут ножовка по металлу и монтировка ножовку по металлу лучше сюда потрачу чем на бензоколонку я знаю где можно еды раздобыть это сто процентов так ладно помидор не нужен шестеренки но пока что возьму с собой тоже нужно так вот мужик надо сразу с подглядать за ним чтобы начали разговаривать иначе если они посмотрят же за машину скажу мне начнет разговаривать так все они начали разговаривать и пока дверь открою так мне надо подняться на второй этаж у них там есть холодильник даже на 3 подождите где он тут холодильник втором или на третьем этаже где-то здесь у них должен быть холодильник давай уходи пожалуйста уйди что тут стоишь а ты мог постоять где-нибудь в другом месте и не тратить мое время у меня и так мало времени мне нужно найти еду и еще лекарства по возможности ты чё залагал дурак он поход заблагал все он так будет походу стоять всю ночь дубина игра ты чё специально издеваешься надо мной да он должен двигаться он он сразу должен был пойти вперед а не стоять вот тут он забагал я не успею все обыскать потому что он забагал да все хана в общем-то у меня забагал охранник поэтому я думаю мне придется перезапустить день заново на этом поэтому я решил закончить потому что и так времени много потратилось еще день запускать заново ну я все что днем делать я сделаю не на запись а уже вернусь когда пойду добываться ресурсы а почему я забыли запускаю день это потому что я и так много дней потерял для того чтобы лечить вот этих вот которые вечно болеют особенно кристо постоянно получать ранение я не понимаю почему он он всегда получает ранение нет чтобы хотя бы нормально обронить дом нет он ранение лучше получит так еще и овощи отдаст врагам ладно на этом я тогда закончу всем спасибо за просмотр с вами был роман раскольников до встречи следующих видео всем пока